Как вы считаете, может ли нежная прекрасная барышня уложить на лопатки сильного спецназовца? Делайте ставки. Ответ узнаете в конце выпуска. Студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица. Напрашиваются слова героя одной советской комедии при виде девушек-курсанток десантного училища. Огромные глаза, густые ресницы, миниатюрные формы. Сложно поверить, что их обладательницы за считанные секунды разбирают автоматы, прыгают с парашютом, совершают марш-броски и другие изнурительные и совсем не женские нормативы. Приветствую, на связи Нью-Солдат. Сегодня расскажем о том, как слабый пол уложил на лопатки сильных парней из спецназа. Итак, начнем. Отношения к военным в юбках в обществе все еще неоднозначны. Одни считают, что женщины в погонах становятся мужеподобными, теряют привлекательность, перестают быть нежными, хрупкими, женственными и беззащитными. Дескать, их долг – ублажать мужа, рожать и воспитывать детей. Оппоненты же доказывают – армия только выигрывает с присутствием в ней слабого пола. Девушки выносливы, терпимы, более внимательны, поставленную задачу всегда выполняют четко и аккуратно. И если военнослужащая профессионально и ответственно выполняет свою работу, а служба, кроме того, дисциплинирует, не дает расслабляться и в плане физических тренировок, почему же тогда женщине не место в армии? Разве на гражданке иные критерии хорошего специалиста? Несмотря на все разногласия, женщины в армии служат, и их количество с каждым годом растет. Еще несколько десятилетий назад женщины-военнослужащие были преимущественно медиками, связистами и переводчиками. Сейчас же они служат в различных родах войск, и с этим фактом порой связано немало курьезных ситуаций. Сегодня расскажем про одну из них. Эта история произошла, когда в бригаду СПН приехало два взвода курсанток из десантного училища. Три дня и три ночи ждали их спецназовцы, мечтая о том, как покорят прекрасных барышей. Эх, барыши, барыши. Но давайте по порядку. Еще до приезда курсантов мужчины изменились. Проявляя инициативу, они начали жать железо и бегать в два раза больше, подготавливаясь к приезду дам. Настал час икс, и... Прямо! Раздался душераздирающий женский голос, который разрывал все связки. На месте! Около входа в казарму стоял идеальный строй. Несмотря на то, что профессия военного лишена нежности и сантиментов, девушки и курсанты даже здесь выглядели как настоящие леди. Форма по размеру выглажена и подогнана под изгибы тела. Маленькие пряди волос, выглядывающие из беретов, сверкающие лица и... Опущенные брови. Словно мужские. Приехали! Как водится, стремясь показать себя во всей красе, спецназовцы стали бить все рекорды по подготовке. Группа металла гранаты, как маленькие камушки. Старлей был шокирован результатом и сказал, что группе нужно прикреплять по одной красотке, чтобы солдаты выкладывались на полную. Следом за занятиями последовал марш-бросок между группами на 10 километров. Последних мест не было. Все прибежали первыми в кратчайшее время. Если бы забег был на Олимпиаде, то ребята собрали бы все призовые места, только чтобы понравиться курсанткам. После отбоя собралась группа смельчаков из семи мужчин, которые решили пойти познакомиться с девушками. Глупая семерка, которая поверила в себя. Обойдя кабинет ответственного, они пробрались на лестницу, откуда путь вел на второй этаж и на улицу. Тихо поднявшись на этаж выше, ребята сгруппировались и решили ворваться, как настоящие спецназовцы, надев на себя штаны и тельняшки. Но как там в песне поется? Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. У одного из бойцов вспышка в глазах и звезды не пропадали дня три. Дневальный, который проходил через проход, когда мужчины туда забегали, приложил ему всю свою резиновую ступню в лоб. Такого от девушки никто не мог ожидать. Это были не те девушки с гражданки, которые могли крикнуть «помогите». Они окучили семерку спецназовцев меньше, чем за минуту. Из кубарей быстро выпрыгнули подготовленные дамы, которые положили мужчин в пол и сдали ответственному. У ребят не было шанса. Вообще никакого. Зато были последствия. Две недели они провели в полном хаосе. Семерку отважных гоняли, как коз на деревне. Утром в полной выкладке, на занятиях в полной, на физо, на приемах пищи. На протяжении обеих недель мужчины не расставались с броней и каской, а дама ехидно хихикали. Не так спецназовцы представляли себе знакомство с прекрасным полом. Ох, не так. Но вот так вот прилетело им неожиданно. Друзья, а в вашей жизни были интересные случаи знакомства с дамами в форме, когда они укладывали вас на обе лопатки? Расскажите о них в комментариях под видео. А мы на этом прощаемся с вами до следующего выпуска. Продолжение следует...